всем привет и добро пожаловать в очередной выпуск news блока крипто на канале крипто комманс сегодня пятница но не простая а выходная но это ничего страшного потому что вы отдыхаете а мы работаем для вас потому что даже отдыхая вы должны быть в курсе самых важных свежих и оперативных новостей и конечно же с комментариями и аналитикой и так сегодня в выпуске приближается массивный апгрейд сети еос hard fork lips x всплывшая приватная переписка сатоши накамото может пролить свет на его личность очередной взлом в этот раз не повезло учредителю ронин который потерял почти 10 миллионов долларов и завершить наш сегодняшний выпуск обзор рынка вместе с джорджем тангом более известным как крипто зарусом оставайтесь с нами и так вот что привнесет сети еос hard fork lips x блокчейн еос стоит на пороге запуска lips x ключевой веке означающий интеграцию алгоритма консенсуса саванна еос запланировала финальный релиз lips x на 10 июля с хардфорком запланированным на 31 июля сеть еос черпает вдохновение из алгоритма консенсуса hot stuff разработанного vmware research и известного своей низкой задержкой и устойчивостью к атакам утверждается что транзакции сети первого уровня будут финализироваться за считанные секунды а это стократное ускорение по сравнению с предыдущими релизами что ж время покажет насколько транзакции будут финализироваться быстро но ключевое здесь совсем в другом старички то совершенно не собираются сдаваться и некогда яркая и очень известная сеть еос как раз из числа таких на самом деле это очень интересный и крайне перспективный проект проект содержащий массу уникальных и нестандартных вещей который прошел через огонь и воду но который к сожалению не видел последнее время только лишь медных труб до ему очень не хватает громкой и серьезной заявки которая возможно впереди нас все-таки ждет тем более на довольно сильно прогревающимся рынке в любом случае за этим событием мы будем следить и как только будут появляться новые вводные мы тебе дорогой зритель обязательно об этом скажем но не забывай все что ты решишься сделать только на твои ответственности а все что я говорю это не финансовый совет идем дальше обнаружено новые электронные письма сатоши накамото с ключевыми подробностями никогда ранее не публиковавшаяся электронная переписка между адамом бэкомом и некто под псевдонимом сатоши накамото была сегодня передана в протоколах суду они подробно описывают коммуникацию произошедшую за четыре месяца до официального анонса биткоина в изначальном письме сатоши убеждается в правильном цитировании статьи бэка хэш-кэш в своей статье о биткоине которая уже вскоре будет выпущена последующих электронных письмах бэк предлагает сатоши изучить бимания в яда я криптографа который ранее предлагал концепции подобные цифровым деньгам последнем письме переписки сатоши информирует бэка о предстоящем официальном выпуске программного обеспечения биткоин как мы с тобой дорогой зритель знаем на роль сатоши накамото существует предостаточный кандидатур причем забавно что те кто себя ими называют никаких доказательств привести не могут а вот те которые наоборот избегают этого статуса зачастую самый большой интерес и вызывают так вот на мой взгляд человек или группа людей которые запускала этот проект все-таки понимала какие объемы денежных средств потенциально могут быть в системе в случае ее успеха поэтому абсолютно логично что человек или группа людей максимально заметали следы которые могли рано или поздно вывести на них и что самое интересное адамбек на самом деле на роль сатоши накамото в целом подходит и по моему мнению на первый взгляд странная переписка с самим собой как задаются вопросом некоторые пользователи на твиттере на самом деле вовсе и не странная но самое интересное в этой новости заключается в том что мизерные крупицы которые хоть в какой-то степени проливают свет на деяния сатоши не просто остались а постепенно становятся доступны публике так что дорогой зритель рано или поздно мы с тобой узнаем еще больше деталей о сатоши а когда биткоин станет мировой единой системы взаиморасчетов возможно сатоши выйдет на сцену и станет править миром ведь цена одного биткоина к тому времени будет стоить больше миллиона долларов шутка возможно он будет стоить больше миллиарда и не финансовый совет вот это не шутка и так очередная грустная история об очередном взломе соучредители ронин утверждает что из-за взлома кошелька потерял почти 10 миллионов долларов соучредители ронин и акции инфинити джефф джихос зирлин заявил что два его кошелька были взломаны из которых украли эфира на сумму около 9,7 миллиона долларов несмотря на взлом кошелька джеффа зирлина александр ларсон один из соучредителей ронин заявил что ронин бридж скомпрометирован не был по данным компании блокчейн безопасности пэкшилд взлом был вызван цитата компрометации кошелька в результате которой хакер смог не санкционированно перевести средства на самом деле ситуация немного странная во первых на бридже ронина на момент подготовки этой новости происходили сомнительные транзакции о чем на своей страничке в твиттере писала пэкшилд во вторых никаких подробностей о том каким образом была проведена эта атака не сообщается что в купе бросает тень на эту ситуацию не знаю как ты считаешь дорогой зритель но на мой взгляд есть совершенно здравый смысл от взаимодействия с данной сетью по крайней мере на ближайшее время воздержаться хотя бы по крайней мере до появления больших подробностей о том что на самом деле произошло в общем защищай свои средства и куда попало лучше не суй завершает наш сегодняшний выпуск анализ текущей ситуации и прогноз будущего от джорджа танго более известного как крипту зарос джордж расскажи что там по рынку и так в общем ситуация такая что у нас до халвинга меньше 60 дней это меньше чем два месяца и повторюсь ребят если вы видели недостаточно графиков с данными перед и после халвинга вот вам еще один что происходит да у нас хорошие ралли а что происходит после у нас невероятная параболическое ралли ясно каждая конкретно цикл никогда не было по-другому и мы к этому приближаемся прямо сейчас мы приближаемся все ближе 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 и ближе так что не позволяйте никакой краткосрочной волатильности или европейскому центробанку отпугнуть у вас от изменяющего жизнь кошелька или в самом крайнем случае финансовой свободы и еще одна последняя вещь относительно биткойна о которой хочу вам рассказать это формирующийся бычий флаг и это может быть очень крупно я говорил о том что мы находимся в консолидации мы консолидируемся примерно около месяца около отметки в 53 и это очень важное сопротивление которое необходимо преодолеть я говорил об этом как это важно много и много раз если мы его преодолеем то мы вверх полетим очень быстро очень быстро это было в 2021 это скоро произойдет снова и по данным татьонов крипто следующей цель будет около 61 тысячи я думаю что мы долетим до 60 в мгновение в крипто все происходит очень быстро поэтому все это может произойти в общем даже не знаю да прям вот сразу вы просто поймете что у вас даже не было времени подготовиться так что пока мы сейчас стагнируем пока мы находимся в консолидации самое время под загрузиться до того как мы залезем выше вот так просто джордж дружище большое тебе спасибо слушал бы одного тебя только бы и делал что вкладывал в криптовалюту но к радости или сожалению есть и другие дела тем более сейчас конец дня и не простого а пятничного и хоть сегодня и выходной день так сказать делу время а потехе час поэтому и тебе дорогой зритель я предлагаю переключиться от новостей и немного разгрузить голову а пока ты будешь отдыхать или делать свои дела мы с командой крипто комманс будем готовить для тебя контент и конечно же очередной выпуск news блока крипто который выйдет уже в следующий понедельник и если тебе нравится то что мы делаем не забудь подписаться на канал поставить под видео лайк и написать свой бесценный комментарий ты нам этим очень сильно поможешь на этом у меня все желаю тебе отличного трейдинга хорошего вечера и до встречи в следующем выпуске